Так что поспеши и приготовь деньги на музыку! Мы идем на наше местечко, мама? Я уже забронировала его горошинка, а если она окажется занята кем-то, то ему придется убраться. Мы скажем, извините, но это наше место. Мое и Джейни. Так что уходите, или мы вызовем полицию. А малыша мы тоже будем привозить сюда, мамочка? А тебе бы хотелось этого? Нет. Правда? А я уверена, что малышу тут понравится. Его может привозить папа. Но и ты могла бы присматривать за ними, показать все штучки, которые мы проделываем. Собирать цветы и головастиков. Я могу поиграть с сачком? Конечно, давай. Здравствуй, Энн. Здравствуйте. Здравствуйте. Это наше место. Мамочка? 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 Перевод и озвучание СНК-ТВ Двадцать три года спустя. Итак, все, давайте начнем прибираться тут. Извините, мы немного спешим. Привет, горошинка. Закрывай книгу. Она хорошо себя вела? Да, как всегда. Спасибо, до завтра. Пока, Джейни. Идем. Пока, Энни. Пока. Пока. Куда мы спешим, мам. Для тебя особое угощение. Ты будешь ночевать сегодня у дедушки. А за что особое угощение? Потому что ты замечательная, и я тебя люблю. А вы с папой будете пить вино и целоваться? Раскусила. Дерьмо. Без руганий. Может, прекратишь играть этой штукой за столом? Всем привет. О, Энни, привет. Привет, пап. Я берегла это для тебя. Только недолго. Привет, Пэм. О, привет, Джейн. Как дела? Хорошо? Да, нормально. Спасибо, что проводите время с Энни. Она это очень любит. А мы любим нашу внучку. Привет, Элс. Как дела? Что-то случилось? Да нет. Просто Роба нужно немножко побаловать. Я отнесу это. Ладно, а теперь я точно волнуюсь, что я забыл. Наше первое свидание, первый поцелуй. Давай, помоги мне. Пусть. Пусть. Боже мой, ты беременна? Да. Боже мой. Роб, прекрати упоминать Бога и скажи, ты счастлив? Конечно, счастлив. Просто я немного удивлен. Я даже не знал. Мы же предохранялись. Я тоже не знала. Наверное, пропустила прием таблеток. Знаю, что не запланировано. И это шок. И у нас нет денег, но... Но это случилось, и для меня это радость. Я просто хочу знать, что тебе тоже в радость. А как же иначе? Это ведь еще один малыш от тебя. Я так переживала. Как сказать тебе? Когда ты узнала? Сделала тест сегодня утром. Сколько недель? Завтра иду ко врачу, но, полагаю, 5-6 недель. Знаешь, мама носила мальчика, когда умерла. Да, да, кажется, я знал это. Это хорошо для Энни, правда же? Иметь брата, которого у меня никогда не было. Да не важно, мальчик или девочка. Но братик будет лучше. Эй, главное, чтобы здоровый, да? Речь идет о будущем, Дженни. О будущем. Речь идет о будущем. Речь идет о будущем. Речь идет о будущем. Речь идет о будущем. Нет нужды в прекращении приема антидепрессантов. Просто я много читала о внутриутробных аномалиях. Не в вашем случае. Если хотите прекратить прием, то делайте это постепенно. Если сразу прекратить, то, возможно, неприятные побочные эффекты. Например, Вы уже прекратили прием? Нет еще? Так какие? Тревожность, смятение, рассеянность, головокружение, список большой. Ребенок требует, чтобы вы были в хорошем настроении, Джейн. Продолжайте принимать антидепрессанты. Ладно, спасибо. Спасибо. Вы в порядке? Вы в порядке? Джейн! Что случилось? Что такое, любимая? Что-то с ребенком? Я видела его. Видела кого? В больнице. Видела его. Кого видела, Джейн? Того, кто убил маму. Все в порядке. Все хорошо. Все хорошо. Так. Что мы будем делать? Что значит, что будем делать? Мы пойдем в полицию? Роб, я просто видела того, кто убил маму. Вот именно, о том и речь. Я просто говорю... Что ты говоришь? Любимая, это было 23 года назад. Тебе было 7, и ты видела его всего несколько секунд. Ты уверена, что это он? Последний раз, когда я его видела, он был в 10 шагах и держал камень в руке. Он... Я была достаточно близко, чтобы чувствовать запах крови на его руках, крови моей мамы. Это был он. Именно его я видела этим утром. Прости. Прости. А как же прошлые разы, Джейн? Когда ты клялась, что видела его? Какие другие разы? Давно. Какие другие разы? Боже, я была ребенком. Тебе тогда было 18. Уже не ребенок. И ты была так же уверена, как и сейчас. Я говорила, что уже видела его. Однажды, в 9 лет, когда я была потерянным и разбитым ребенком. А мужчина, которого ты обвинила, провел неделю в аду. Но я осознала, что ошибаюсь. Самостоятельно поняла. Это привело к твоей депрессии. И мы, Пэм и я, были вынуждены вытаскивать тебя. И сделали бы это еще миллион раз. Ты же моя дочь. Но, Джейн, если я замечаю, что ты делаешь что-то нехорошее, что может тебе навредить, разве не моя обязанность, как отца, остановить тебя? Мы не можем изменить прошлое. Но надо научиться принимать его. Надо отпустить маму. Это был он, Роб. Сейчас не то, что в те разы. Это он, поверь, не он. Идем. Хорошо. Я позвоню тебе, Пит, хорошо? Ладно. Вы полагаете, он работает там? Да, его имя Эндрю Роллинс. Мы нашли его на сайте больницы, как только вернулись. Он администратор или он консультирующий онколог? Так, Джейн, то, что вы сейчас рассказали, вероятно, запустит процесс. Так что, прежде чем мы продолжим, мне нужно знать, вы уверены на все сто процентов? Да, на сто процентов. Хорошая новость в том, что это еще не конец. Такие новости я сообщал уже сотням людей за последние 25 лет, и большинство из них до сих пор присылает мне открытки на Рождество. Извините. Я с пациентом. Мистер Роллинс? Да. Сержант уголовной полиции Марк Ренвик. Прости, Роб. Да и ладно. Тебе приходится иметь дело с моим дурацким прошлым. А тебе хочется жить нормальной жизнью. Джимми. И мне тоже. Тяжело описать, что происходит. Просыпаешься каждое утро, думая, что человек, отнявший жизнь любимой мамочке, где-то там, счастлив. Избежал наказания. Иди сюда. Все хорошо. Прости. Все хорошо. Ну, я не совсем понимаю, что вы хотите мне сказать. Ну, то есть, мне следует сказать, что это был не я? Возможно, с этого следует начать. Это не я. Ну, то есть, она ошиблась? Вы понимаете, что это серьезное заявление, мистер Роллинс? Очень серьезное. Так что нам нужно допросить вас как можно скорее. Что, сейчас? Есть проблемы? Ну... Сегодня 18-летие сына. Через час приедет 50 человек. В любое другое время. Первым делом. Завтра. Если пожелаете... Я не сбегу. Тогда завтра в 9 утра. Не опаздывайте. Что случилось? Что значит, что случилось? Ничего не случилось. Пап, обычно на этом этапе ты начинаешь флиртовать с подружками Макса. Серьезно, что? На работе случилось кое-что неприятное. В заключении, уверен, каждый присутствующий из нас здесь присоединится ко мне с пожеланиями счастливой пенсии. И мы искренне надеемся, что ты, Дэйв. Вы оба насладитесь заслуженным отдыхом. Немного побездельничаете и... И начнете новую фазу своей жизни. Дамы и господа. Поднимем бокал за Элисон Холл. За Элисон Холл. Спасибо. Ты рассказал, Бет? Не хотел портить вечер. Расскажу завтра утром. Не знаю точно, что сказать, но если бы я не видела, как ты переживаешь, я бы смеялась. Это же абсурд. Во сколько тебе надо быть в полиции? В девять. Я могу сдвинуть расписание и пойти с тобой. Мило, но я уже позвонил Дэвиду Расселу. Он... Я отменю его. Я пойду с тобой. Разве можно представлять интересы своего отца? Тебе не понадобится адвокат? Ни один здравомыслящий не поверит, что мой добрый, потрясающий папочка-монстр. В девять. Ставлю 50 фунтов, что мы закончим к 9.30. Здесь уже подают торт? Да, мы идем. Люблю тебя, милая, и очень горжусь тобой. Извини за Морриса. Да, все нормально. Я и сама иногда накрываю на стол на двоих или покупаю два билета в кино. 19 лет вместе, это много. Давно слышала этого идиота? Угу. Он звонит, когда хочет кого-нибудь выпроводить. Слушай, Элли, хочу, чтобы ты знала, я яростно сопротивлялся этому сокращению штатов. Ты же знаешь, да? Знаю. Когда ты уходишь? 18-го. Загляни ко мне перед уходом. У меня есть хорошие связи в сфере безопасности. Хорошо. Эй, Элли, ты же расследовал тот случай Филлипсов. Мое первое убийство, потратила на него три года, а что? Та девочка обратилась сегодня в полицию Эльдеборна. Как там ее имя? Уверяет, что снова видела убийцу. Уильям, как дела, приятель? Ее звали Джейн. Я поддержу каждый твой шаг в этом направлении. Ты же знаешь это, да? Просто... Мне просто нужно знать, что ты понимаешь, как тяжело будет дальше. Пресса вторгнется в твою жизнь и превратит ее в ад, затем суд. И что ты уверена, что это он. Что бы оно стоило того. Роб. Каждый хочет, чтобы я была на 100% уверена. Будто бы это единственная причина, по которой я могу пойти на такое. Но нет. Как можно быть полностью уверенным? Я уверена на 99%. И знаешь что? Даже если бы я была уверена на 80%, на 50%, я бы все равно пошла на это. Я не могу упустить шанс и упустить убийцу. Хорошо. Всем добрый вечер и добро пожаловать. Мы собрались здесь, чтобы отпраздновать 18-летие Макса Помню себя 18-летним Тогда я думал, что мой отец чуточку идиот А в 21 я вернулся из колледжа и удивился Скольким вещам научился за три года Я никогда не узнаю, что ты думаешь обо мне, Макс Но я точно знаю, что я думаю о тебе И сегодня на работе мне напомнили Какое счастье иметь семью Мы здоровые, счастливые, да и ипотека выплачена Но что еще важнее, мы есть друг у друга И без сомнения, чем еще мы с Бетт гордимся Так это тем, что у нас никого нет на стороне Немного смущения, но так оно и есть За нашего сына и друга Ты просто изумительный, мы тебя любим За Макса Котик Вот, держи Но я знаю, дело лучше, чем кто-либо другой, сэр Допрос будет утром Я могла бы присоединиться к Ренвику Буду счастлива приехать в Эльдеборн Ты же уходишь через две недели Вот именно Но, вероятно, это снова пустые подозрения Так зачем кому-то терять время на такое дело? Зачем тебе это? Это был один из тех случаев, когда у нас не было четкого подозреваемого Пожалуйста Я позвоню кое-кому Доброй ночи, сэр И спасибо Доброй ночи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Джейн Филлипп снова госпитализирована после передозировки Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Алло Привет, мне жаль, что я разбудил тебя, милая Я уже встала Полагаю, ты должна кое-что знать Привет, Эллисон Джейн, приятно снова видеть тебя И мне вас Полагается сказать, что ты не изменилась, но ты изменилась Ты... ты выросла Внешне может быть Для начала Спасибо за столь раннюю встречу У меня четырехлетняя дочь, так что это не рано Ты замужем или... Да, как раз четыре года Мои поздравления Я правда рада за тебя Спасибо за звонок прошлым вечером Вы сказали, что будете в участке в девять Да, сержант Ренбик и я будем вместе проводить допрос И что вы у него спросите? Ну, поначалу общие вопросы Не ожидаю, что он предоставит какой-то алиби на тот день Ну, то есть прошло четверть века Но было бы полезно узнать, где он жил и работал в то время А потом? Потом, если мы с Ренбиком почувствуем, что есть основания для дальнейшего расследования Мы поднимем дело и возобновим его Помните последний раз, когда мы встречались? Ну, я пыталась припомнить В середине девяностых Мой десятый день рождения Вы подарили мне куклу Двадцать лет назад И я сразу узнала вас, даже сейчас Я хотела написать тебе все эти годы Хотела рассказать, почему перестала навещать тебя Я хотела приходить к тебе Но твой отец решил, что это не на пользу Я всегда помнила о тебе, Дженни И хочу, чтобы ты знала Я на твоей стороне Спасибо, Элисон Огромное Спасибо большое Чтобы помочь вам в деле, я просмотрел мои записи Чтобы дать вам полную картину того, где я был в момент убийства Но, боюсь, я не могу вспомнить, где именно я был в тот день Однако могу сказать, что я находился в Кардифе В 150 километров от места преступления Я работал там 6 лет, с 88-го года Ладно, спасибо и на том Вы точно уверены, что вчера вы впервые столкнулись с мисс Филлипс в коридоре? Не совсем Кажется, я сталкивался с ней еще за 15 минут до той встречи в коридоре Когда она едва не въехала в мою машину в больнице Это копия видеозаписи у входа в больницу Она показывает как раз данный инцидент Между машинами моего отца и мисс Филлипс Хорошо, спасибо И при столкновении вы разговаривали с нею? Будет правильно, с ней Я был рассержен Но она видела ваше лицо? Мы смотрели друг на друга Она сказала, извините А 15 минут спустя эта молодая леди Которая, как я прочитала, уже не раз обвиняла людей за эти годы Решила, что мой отец и есть убийца ее матери Мой отец, который прилежно трудился 30 лет во славу здравоохранения И был приставлен к награде за свою службу онкологом Мистер Роллинг сожалеет о том, что случилось с мисс Филлипс Но она ошибается в том, что мой отец причастен к тому случаю Я не видела его лицо Но ты помнишь инцидент? Конечно, помню Это же было вчера Но его лица я не видела И это не имеет ничего общего с тем, что произошло в больнице Ничего В больнице я разговаривала с гинекологом, которого ты посещала Это правда, что ты перестала принимать антидепрессанты? Семь недель назад? И тогда ты пропустила прием пролетелозачаточных? Боже Это мое тело, Роб Это наш брак, Джейм Что ты хочешь этим сказать? Мы договорились обсуждать семейные дела, но кажется, это не так Все так Ты не спросила меня о ребенке Я того же возраста, что и она, когда забеременела вторым Это Я должна была И я это понимаю Время Это важно для тебя, знаю Но разве ты не спрашиваешь себя о других вещах? Например, то, что ты увидела того мужчину, находясь в расстройстве и не принимая лекарства И может ты не видишь вещи так, как они выглядят на самом деле Не думала об этом? Джейм Это затрагивает нас всех Пожалуйста, убедись, что ты все делаешь правильно Не могу поверить, что ты не рассказал мне Не хотел портить вечер Любимый, так жаль, что ты шел через это в одиночку Это должно быть ужасно Все нормально, Бет Представляю, как они должно быть из кожи вон лезут Но если до конца недели от них не поступит звонка с извинениями, я буду очень удивлена Если не хочешь, я пойду в полицию сама Хорошо Чаю? Идешь на работу сегодня? Пациенты не могут пропускать сеансы Субтитры создавал DimaTorzok Еще пара дней, и затем решим Никто не расстроен больше, чем я, Эндрю Уверен, ты понимаешь, что доверие – штука ранимая Могу я получить список пациентов на сегодня? Мы нашли тебе замену А твоих пациенток позаботятся Уверяю вам, это всего на пару дней Должен сказать, что совет тебе верит Да, можете принести их в мой офис? Пожалуйста Субтитры создавал DimaTorzok Да, анализ крови, пожалуйста Идем поплавать, мамочка Не сейчас, милая Элисон, кажется, я кое-что обнаружила Письмо для Энн Филлипс от ее врача, датированное апрелем 1991 года В котором описаны детали ее посещения клиники Блеоминстере С целью прохождения антитоксикозной терапии И имя доктора, осматривавшего ее Э. Роллинс Это могли быть вы? Вы всерьез думаете, что я помню 10-минутный прием 23-летней давности? Нет Тогда в чем вопрос? Я спрашиваю, брали ли вы подработку в той клинике? О чем забыли упомянуть в последнем нашем разговоре? Лео Минстер гораздо ближе к месту, где миссис Филлипс жила и умерла Да, я припоминаю И да, я не упомянул это, потому что я просто забыл Я подрабатывал там около недели, так как очень нуждался в деньгах Вообще-то 9 недель Вы и сами сказали, что это было очень давно И если вы посмотрите ее медкарту, то обнаружите, что ее осматривала еще куча других специалистов Она ведь была беременной Да, вы правы Это все? Еще один вопрос На одежде жертвы имелись мельчайшие следы крови, как мы полагаем, убийцы Но в 91-м техника не позволяла установить точно Кровь была смешана с кровью N и не представлялось возможным выделить генотип Даже 6 лет назад, когда расследование возобновилось, это все еще не было возможным Но теперь мы можем установить И это хорошая новость для вас, мистер Оллинс Все, что от вас требуется Чтобы исключить вас из списка подозреваемых Это сдать кровь Какого черта я должен облегчать им задачу? Но это хорошо и для тебя Это самый простой путь доказать невиновность Мне не нужно ничего доказывать, это не я Я знаю это, пап, но... Не думаю, что кто-то знает, каково это На работе люди избегают меня, будто я прокаженный Это ужасно Я понимаю, пап, правда, это не честно Но правда и в том, что мы бессильны И если ты откажешься сдать тест, то они принудят тебя к этому, арестовав Думаю, тебе лучше сдать Правда? Начинай думать, что часть тебя подозревает меня Это неправда Серьезно? Серьезно? Как ты можешь? Нет Не подозреваю, пап, пожалуйста Хорошо Тогда пусть арестовывают До скорого Пока Пока Вот твоя сумочка Оставьте его Мой отец не убийца Извините Он не убивал вашу маму Вы ошиблись Вы разрушаете его жизнь Как вы нашли нас? Я звоню в полицию Оставьте его, он хороший человек Мамочка Он не хороший Хороший, он мой отец Ваш отец зло, он монстр Ты оставишь его в покое, сумасшедшая сучка Она в порядке, дорогая Идем, все нормально Идем внутрь Видела, как напугалась Энни? И тебя это не волнует? Конечно, волнует Этого больше не повторится Оставайся здесь, милая Джейн Ладно тебе Там куча странных типов, которые составят от тебя неприглядное мнение Не говоря о газетах Мы справимся Конечно, мы справимся А Энни? Каково будет ей видеть, как ты проходишь через эту судебную машину месяцами? Я говорю о нашей дочери, которую выставят на показ перед всеми Бог знает, насколько временно Чего ты конкретно хочешь от меня, Роб? Джейн, не бери трубку Это Элисон Не бери эту Это Элисон Привет, Элисон Он сдаст кровь Позвонил мне 10 минут назад Божечки, и когда? Уже идет сюда И как скоро появится результат? Сегодня же, сказали в лаборатории Я попросила побыстрее Так Это... Это хорошие новости Позвоните, как будут результаты Хорошо Услышимся Он сдаст анализ крови Мы узнаем сегодня Через несколько часов это покажется кошмарным сном Хочу, чтобы ты знал это Небольшой пчелиный укус Хорошо? Почти закончили Готово Спасибо 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 Готово И... Это не он Что значит не он? Это не Эндрю Роллинс Но это он Извини, Джейн Насколько вы уверены? Абсолютно Кровь Роллинза не совпадает с кровью на платье Но... Это он Боб, клянусь Нет, любимая Он, он Пусть пересдаст Он должен Джейн, прекрати Это не он Перестань Мамочка Прекрати Прекрати И начни уже думать о семье Ты ошиблась Это не он Идем обратно в кроватку Мне так жаль, Джейн, но он прав Пора двигаться дальше Я позвоню тебе завтра Мне так жаль Правда Это был он Она опасна Она помешалась на отце Мы добились судебного запрета для нее Ты же чувствуешь что-то не так Нет, не чувствую, Джейн Доброе утро Мы позволяем мужчинам выйти сухими из ситуации И так каждый день Ты убил мою маму Ублюдок, убери свои руки Джейн, в чем дело? Я не знаю, как дальше разговаривать с тобой Проб Люблю вас Перевод и озвучание СНК-ТВ Доброе утро Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!